МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Смотрите выпуски. В Барнауле утвердили протокол голосования за общественные территории. Жители Рубцовска, чтобы попасть к врачу, не ложатся спать. С 4 утра занимают очередь. Завтра техническое открытие обновленного старого базара. На что рассчитывают торговцы. В Барнауле официально утвердили протокол голосования за общественные территории. Трое каллидеров. Парк Изумрудный, затем Мизюлинская роща и сквер на пересечении улиц Усково-Взлетная. В администрации Барнаула пояснили, что благоустройством Изумрудного уже занимаются. На Мизюлинской роще все проекты будут создавать вокруг уже существующих детских, спортивных площадок и в целом рельефа местности. А вот территория сквера в новом районе пустая и его будут создавать с ноля. Сотрудники мэрии добавили, что надеются на финансирование в размере 100-110 миллионов рублей на реализацию этих проектов. В администрации сегодня отвечали на вопросы журналистов. Один из них коснулся возможных накруток. Напомним, для честности применялся принцип «один IP-адрес, один голос». Тем не менее, в некоторые дни отмечался наплыв голосов. В следующем году сомнения отпадут, уверяют в мэрии. Я хочу отметить, что со следующего года этот процесс интернет-голосования, он уже будет проводиться через площадку «Активный гражданин». То есть на сегодняшний день эта площадка разрабатывается, разрабатывается Минтрансом. Все будет завязано через сайт госуслуги. Это голосование жителей города от 14 лет и выше, с полной регистрацией, через сайт госуслуг. И тогда все вопросы вообще отпадут. Не за дефицитной колбасой, а за дефицитными талонами к врачу. В очередь в поликлинику номер 3 жители Рубцовска встают еще ночью. Говорят, специалистов не хватает. А вот местные медики объясняют многочасовое ожидание под дверями привычкой. В 6 часов утра к врачу встала и Валентина Аскерова. Город Рубцовска всталит клиника номер 3. Мороз 30 градусов. Вот так вот людей морозят. Хоть бы самбур запустили. Что это такое? В предел. В 4 утра рубцовчане еще не спят. Они даже не ложились. Караулят талоны к врачу и готовы вырвать их с руками. В полчетвертого приехали. А почему так рано? А потому что талон не возьмешь к эндокринологу. Я вот на учете стою и не могу попасть. Который день уже хожу. Такая очередь справедливости ради не каждый день. Правда, стоит подчеркнуть, врачей буквально штурмуют годами. В поликлинике даже есть лист проблем для жала пациентов. Они пишут, врачей не хватает. В поликлинике на 26 участков всего 6 терапевтов. А медики не согласны. Говорят, талонов хватает. Просто нужно подождать несколько дней. А такой ажиотаж – советский пережиток. Это связано все-таки с большой привычкой. Потому что все-таки люди годами, десятилетиями обслушивались в поликлинике проекта Советского Союза. Поэтому, конечно, была живая очередь. Приходили и ждали под дверьми у кабинетов, у поликлиники. Кто первый пришел, тот и первый получил помощь. Сейчас это совсем все по-другому. И чем стоять в очередях, он посоветовал записываться к специалистам по телефону и интернету. Через интернет не попасть? Нет, там невозможно талон тоже взять. А еще главврач добавил – штат укомплектован наполовину. Но через пару лет сюда придет 21 целевик. Люди надеются, что с таким пополнением очереди прекратятся. А пока жители часами стоят на морозе. И это их возмущает едва ли не больше. Мы могли бы здесь приоткрыть, чтобы люди зимой не стояли, правильно? Не надо туда вовнутрь запускать. Запустите сюда, чтобы от ветра укрыться. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. Уже завтра в Бурнауле вновь откроется Старый базар. В здании, которое построили в 1986 году, его новые владельцы провели серьезную реконструкцию. Что изменилось и будет ли рынок после открытия так же востребован, как в былые годы, узнавали наши корреспонденты. Когда-то на Старый базар ехал весь город. Здесь не только можно было купить свежие продукты, но и новую недорогую одежду. Надежда Александровна рядом со зданием рынка торгует уже 25 лет. Таких, как она, энтузиастов, палаточников, здесь осталось человек 30. Сейчас клиентов практически нет, 4 в день уже хорошо. Мы сидим, вообще никто сюда не хочет. Сейчас продукты будут, и народ пойдет сюда. Ждете? Очень. На территории обновленного рынка, в отличие от улицы, шумно и многолюдно. Завтра открывают второй этаж здания, поэтому сегодня строители наводят лоск, арендаторы раскладывают товар. На самом деле заполнять рынок не было большой сложности. Люди знают, люди помнят. К нам очень много обратилось арендаторов, которые проработали здесь десятки лет. Рынок заполнен, второй этаж, наш торговый продуктовый рынок заполнен на 98%. Этажу первому до лоска далеко. Здесь завтра начнут торговлю фруктами, а вот фудкорт появится позже, в середине, а то и в конце декабря. На самом деле в этом была некоторая сложность, убедить операторов, игроков именно ресторанного бизнеса, что на рынке может существовать общепит, тем более в нашем городе. Говорят, в столичных городах фудмолы на рынках явление привычное. У нас пока эксперимент. Есть в Дании старого рынка и лаборатория с современным оборудованием, где будут проверять качество продуктов. Но нас туда сегодня не пустили. Соединять два этажа рынка будет не только обычная лестница, но и лифт, и даже эскалатор. Вы хотите быть похожим на торговый центр? На самом деле самое большое наше нежелание – это быть похожим на торговый центр. Но, тем не менее, мы не можем отказаться от удобств современного мира. И нашим покупателям, посетителям нашего рынка мы хотели предложить максимальное удобство. По праздникам на рынке будут торговать ремесленники. К примеру, в честь алтайской зимовки завтра на открытии. Кстати, они готовы зайти сюда на постоянной основе. Вы считаете, что здесь будет поток людей, которые готовы бы приобрести ваши продукты? Ну, как мне кажется, что все-таки да. Потому что Старый базар, он все-таки исторический центр нашего города. И вот его превращают сейчас в такую туристическую зону. Я не вижу такого большого потенциала именно в плане того, что люди специально поедут туда за продуктами или за какими-то там вещами. Потому что все то же самое представлено в любом районе города, ближе к жилью. При этом эксперт не исключает, что через определенный период времени старая часть города начнет стремительно развиваться. Появятся новые многоэтажки. И такой объект, как Старый базар, будет действительно востребован. Но когда это случится – большой вопрос. Между тем, владельцы зданий, арендаторы, продавцы и даже Надежда, торгующая за пределами рынка, уверены, что покупатели здесь были всегда. Придут и после реконструкции. Что ж, поживем – увидим. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком. В Бийской школе с помощью современных компьютерных технологий решили наладить связь поколений. Ребята обучают людей серебряного возраста работе на компьютере, а те, в свою очередь, делятся жизненным опытом. Теперь вы пишите ваше, допустим, имя, отчество. Ликвидация компьютерной неграмотности. Вот уже шесть лет в 17-й школе Бийска организуют бесплатные курсы для пенсионеров. Занимаются с ними учащиеся 5-11 классов. Их называют «тимуровцами информационного общества». Обучение проходит во внеурочное время. 21-й век – это век технологий, век информационного общества. И все, чему мы обучали, им пригодится в жизни. Элементарно взять талончик в больницу. Сейчас это все в электронном виде. То есть это необходимо. Главный принцип – индивидуальный подход и никаких шаблонов. У каждого серебряного ученика свой наставник. Обучая пенсионеров, школьники сами получают большой опыт общения со старшим поколением. Опыт со старшим поколением никогда не повредит и никому. Я получал разные наставления, так же, как со стороны их, и я им давал. Сертификаты об окончании курсов получили уже порядка ста человек. Начали с ближнего круга. Первыми учиться пришли родители учителей и педагоги с большим стажем. Теперь информационные технологии осваивают жители всего микрорайона. Мне понравилось, допустим, я не знал, с какой стороны подойти к компьютеру. Тут меня обучили, как подойти, что сделать там. Но сейчас я могу составить какой-то текст, выйти в игры, выйти в интернет, в интернете что-то посмотреть. В этом учебном году, несмотря на большой спрос, курсы были вынуждены прервать из-за того, что выросло число учащихся. Кабинет, где проводили занятия, отдали первоклассникам. И тимуровцы информационного общества остались не у дел. Сейчас вопрос с помещением уже решили. Осталось провести ремонт и закупить оборудование. В школе подготовили проект и отправили на конкурс грантовой поддержки фонда социального содействия депутата Государственной Думы Александра Прокопьева. И сегодня попечительский совет провел свое заседание прямо здесь, в школе, где намерены и дальше развивать это направление. За счет вот этого проекта старики не будут чувствовать себя одинокими, забытыми, ненужными. Они постоянно в кругу общения с детьми, с молодежью. Такое взаимное общение на пользу и тем, и другим. О том, что общение молодежи и людей серебряного возраста школьникам пойдет только на пользу, высказались и родители. Учесть мнение родителей здесь, наверное, принципиально важно. В связи с этим мы провели анкетирование. Я так понимаю, это вот как раз вот эти анкеты. Понял, что у вас на столах они есть. И, собственно говоря, ну, меня результат порадовал, как тоже родители, которому бы аналогичный вопрос, если бы задавали, я бы, наверное, так же и ответил. То есть 90% родителей ответили, что они за этот проект. Школа на реализацию проекта «Тимуровцы информационного общества» от фонда Александра Прокопьева получила 200 тысяч рублей. Эти деньги, ну, как раз на оборудование кабинета, на приобретение мебели, на приобретение РМ, ну, автоматизированного рабочего места учили. Это проектор, это основной компьютер, экран. А остальные деньги мы будем соучастниками. То есть остальное, как бы, силами школы. Новый кабинет будет более просторным и функциональным. Первые занятия намерены провести уже в декабре. Сформированы три группы. Однако списки желающих все еще пополняются. А что пенсионеры сидеть в четырех стенах? Надо немножко к современной жизни пристраиваться. 17-я школа пока одна в городе, где реализуется такой инновационный проект. В будущем, помимо пенсионеров, будут учить родителей пользоваться школьными электронными сервисами. Наработанным опытом здесь готовы делиться и с другими общеобразовательными учреждениями Бийска. Ведь главная цель проекта – не просто борьба с компьютерной неграмотностью людей в возрасте, а социализация и связь поколений. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. В Барнауле продолжается борьба со снегом. Но если основные магистрали и улицы коммунальщики убирают добросовестно, то во многих дворах ни пройти, ни проехать. Там за очистку территории от снега ответственность несут управляющие компании. Но не всегда это делают качественно и своевременно. Городская комиссия провела очередной рейд и посмотрела, как чистят барнаульские дворы. На Ленина 69 трактор сгребает снег, грузит в спецтехнику. В соседнем дворе на Союза Республик рабочие скидывают снег с крыши. В этом году снегопад обрушился на Барнаул в середине ноября. Осадков выпало много. Управляющие компании пока справляются. Вот только уборки зачастую мешают припаркованные автомобили. Мы вывешиваем объявления, связываемся с домовыми комитетами, просим помощи. Также в случае, если автомобили все-таки у нас остаются на прилегающих территориях, то обращаемся в ГИБДД, пока нам не отказывали. То есть ГИБДД также связывается с автовладельцами и просит перепарковать либо убрать автомобиль. В течение восьми часов после снегопада двор должен быть расчищен, снег вывезен. Складирование во дворах запрещено по правилам благоустройства. Насколько добросовестно сделана работа, следит администрация города. За две недели проведено четыре рейда. По 25 многоквартирным домам выявлены замечания. Большинством управляющих организаций меры были приняты. Однако по пяти домам управляющие компании не отреагировали. В связи с чем администрация района в адрес государственной инспекции Алтайского края и комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула были направлены письма с просьбой принять меры реагирования к управляющим компаниям, обслуживающим данные дома. Меры реагирования – предупреждение либо штраф до 5000 рублей. Кстати, помимо дворов чистят и межквартальные проезды в рамках муниципального контракта. Работы уже проводились дважды. Расчищено 29 проездов, собственность на которые не разграничена. Валентина Аскерова, день с толком.